В Краснодаре снова бэби-бум. В прошлом году родилось 18 225 малышей. Это на тысячу с лишним больше, чем в 2013. О демографических подвигах населения и проблемах самых юных краснодарцев говорили сегодня в городской администрации. Отсчитывались перед мэром чиновники, отвечающие в кубанской столице за вопросы семьи и детства. Подробности у Натальи Ястребовой. Несмотря на успехи, о которых можно долго рапортовать, совещания начали с самой острой проблемы. 56 непосредственных участников краснодарского бэби-бума брошены еще в роддоме. Процент социального сиротства остается по-прежнему высоким. Тех, кто действительно лишился пап и мам, в общей статистике меньше трети. Остальные стали сиротами при живых родителях. В числе положительных моментов в прошлом году удалось пристроить в семьи 152 ребенка. Это чуть больше, чем в 2013. Появились патронатные семьи, растет число усыновлений. Принять ребенка в семью и приравнять его к кровному может далеко не каждый. Однако Краснодар – лидер в крае по количеству усыновлений. Продолжает активно развиваться институт приемной семьи. Вы видите, насколько возросло количество приемных семей с 2009 по 2014 год. В 2014 году было создано 74 приемных семьи. Еще одно важное направление – летняя оздоровительная компания. 5 тысяч детей бесплатно отдохнули в загородных лагерях и санаториях Джубги и Анапы. Приоритет остается за семьями малообеспеченными, воспитывающими ребенка с инвалидностью. Кроме того, за путевки, приобретенные самостоятельно, родителям и предприятиям выданы частичные компенсации, которые в общей сумме составили 18 миллионов рублей. На летние каникулы трудоустроить удалось больше 6 тысяч подростков. Сотрудники управления акцентировали внимание на детях, которые состоят на учете и находятся в трудной жизненной ситуации. Только на занятости трудоустройства из местного бюджета было выделено 24 миллиона рублей. Поддержка социальных программ продолжится и в этом году, несмотря на напряженный бюджет, подчеркнул глава Краснодара. Внешнеполитические события, они, безусловно, сегодня очень серьезно влияют на финансовую, экономическую сферу деятельности и страны в целом, и региона, и города Краснодара. Утвердив бюджет на 2015 год и исполняя его сегодня, поставили все-таки перед собой задачу, несмотря на все сложности и трудности, но вопросы, связанные с социальным развитием, социальной политикой, поддержать и не ухудшить то, что у нас было до последнего времени. Традицией в Краснодаре стала церемония вручения ключей от квартир выпускникам детских домов и интернатов. В рамках краевой программы «Дети Кубани» в 2014 году жилье получили 112 краснодарцев. Новые квартиры для них закупили в новых домах. Еще 10 лет назад такие темпы сложно было представить. Если уж одну когда-то выделили, это был праздник, а их стояло на очереди тысячи таких детей, которые уже выросли. Сейчас здорово. Эти дети на контроле, внимание к ним большое. И жилье выделяется. Это самое главное для ребенка-сироты, чтобы он имел свой угол, свое жилье. Я думаю, что если в этом году эта работа продолжится, она безусловно продолжится, мы можем вообще всю эту очередность в городе закрыть. И как наиболее актуальную социальную тему. Есть подвижки и в системе профилактики детской безнадзорности. Несмотря на стремительный рост населения в городе, удается сдерживать рост детской преступности. В прошлом году отмечено уменьшение рецидивов среди малолетних нарушителей закона. В том числе так называемого детского закона, отмечают участники регулярных рейдов. На совещании обсудили ряд мер, которые уже в этом году должны повысить эффективность работы. В числе приоритетных задач увеличить охват досуговой деятельностью так называемых трудных подростков и повысить процент устройства в семье детей, оставшихся без попечения родителей. Пока он ниже среднекраевого. 90% против 94%. В управлении по вопросам семьи и детства борется за каждую цифру в этой статистике. Ведь от нее зависит судьба маленького гражданина. Наталья Ястребова, Дмитрий Забелин, Наталья Пилипко, Краснодар, 24.